МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие зрители телеканала Робинзон. Наш прямой эфир продолжается. Меня зовут Виктор Фоменко. В ближайшие 30 минут можно будет присоединиться к разговору в студии. Как обычно, телефон прямого эфира 7-00-49-00. Эти 30 минут – время для вашего участия в прямом эфире. Можно задать собственный вопрос, можно поделиться впечатлениями об услышанном. Ну а теперь, что касается темы разговора. Исполнилось 12 лет, как Андрей Желдок поставил в Харькове первый свой спектакль «Гамлет сны». Режиссер предложил принципиально новый театр, провокационный и скандальный. Публика разделилась, но власть стала на сторону режиссера. И уже через полгода знаменитый мастер не просто стал работать в театре Шевченко, он возглавил, страшно сказать, академический театр. Сегодня режиссер работает за рубежом. А у Шевченковцев снова в очередной раз вопрос с художественным руководителем. Споры по поводу того, Желдок это хорошо или плохо. То, что академический театр участвовал в таком эксперименте, они утихли. Но сам вопрос, может ли такой экспериментальный театр существовать на базе академического театра, этот вопрос по-прежнему остается открытым. Насколько оправдан был этот эксперимент, который начался 12 лет назад в Харькове? Об этом мы поговорим в ближайшие полчаса. Сегодня у меня в роли эксперта не режиссер и не актер, не драматург и не критик. В роли такого гостя у меня художник Андрей Пичахчи. Андрей, добрый день, спасибо, что нашли время. Спасибо вам. Какие у вас впечатления, я думаю, что вы их запомнили, раз согласились на этот разговор, впечатления от спектаклей Желдока? Вот если говорить в самых общих чертах, на что это было похоже? Если чуть-чуть заранее отступить, я сразу предупрежу, что я художник, вы уже сказали, не театровед, не имея отношения к театру, поэтому просто свои впечатления как художник, поскольку воспринял его очень близко к нашей творческой профессии художника. И поначалу он возник в телевизоре, широкий, наглый и как бы с некоторым презрением к зрителю. И я подумал, что, как всегда, будет эпатаж, будет то, что называется в искусстве стек. И я насмотрелся этого немеряно, поскольку я в этих кругах художественных, и мне это стало с определенным временем страшно неинтересно. И какое-то время я как бы щемел смотреть его, в общем, просто пропустил много его спектаклей, но потом так и добрался до Желдока, мне просто стали уже мои коллеги советовать посмотреть. И сказали, что спектакли не такие, как кажется, глядя на него и слушая вот его речи строгие. Пожалуйста, Андрей, чуть громче. Да, постараюсь. И, в общем, я был поражен, наверное, очень приятно. Я не ожидал. Я увидел, может, да, до этого я видел фестиваль театров в Германии, я там работал. Потом я видел спектакли в Греции, там, когда я с выставкой выезжал. Я был готов к современному театру и примерно знал, что это такое, тем более, что это, в общем-то, пошло от художников, перформансы. А потом театр воспринял эту форму. И тут я увидел просто прекрасный перформанс, если можно так... Ну да, перформанс, представление. Он был... Вообще Желдов впервые вид режиссера, художника, который работал с визуальным восприятием, с визуальным рядом. Было задействовано пространство, свет, масштабы. Ну, когда, так сказать, появляется громадная фигура женщины, с которой они начинают общаться на языке глухонемых, все это очень визуально. Это не читка текста, которая, в общем, меня, например, просто угнетает. Ну, я сам люблю читать. И все это прочитано, все это я видел. И как бы иллюстрация текста не сильно нужна, наверное, теперь. Может быть, раньше большая часть населения была неграмотной. И театр играл площадную такую роль. Ну, вообще-то Шекспирт сам писал. Это все было новое, недавно только написано. Никто еще не успел даже прочесть, кто умел читать. А тут он вообще убрал текст. Ну, практически убрал. И все построено на визуале, на вот этих картинах, сменяющих одна на другую. И там просто фейерверк. То есть даже в конце, я поняла, слишком много. Он его как бы распирало, эти творческие идеи. И он одну за одной вкладывал их в этот один спектакль. И даже где-то перебор. Ну, хотя это автору виднее. На самом деле, очень здорово все. И никакого эпатажа я не заметил. Это было действительно серьезная вещь. Глубокая, красивая. Это вы сейчас говорите обо всех спектаклях? Гамлет, Сны, то же самое, Тургенев. Ну, вот эти два спектакля. Есть спектакль по Солженицыну. Да, да. Но я видел только кусочек, к сожалению. Вот так получилось. Там я с актером зашел в малый зал. И поэтому мне труднее о нем сказать. Я понял, что на вас произвело впечатление то, что Желдок много внимания уделял визуальному ряду. Да, это впервые я видел. Вот в театре настолько это здорово было решено. Ну, и многие отдают должное его таланту делать впечатляющие сцены, картины. Но возникает у людей, у зрителей, у экспертов, у критиков вопрос, насколько это все работает на общую идею, которую ставит режиссер перед собой, которую он хочет донести до зрителей. То есть все эти эффекты, они срабатывают или они остаются, что ли, эффектами разрозненными, самоценными и не выстраиваются в общий ряд. Вот я хочу послушать ваши впечатления. У вас возникал, ну, какая-то результирующая мысль после спектакля. То, что режиссер хотел сказать. Да, идет ассоциативный ряд. Наверное, может быть, больше задействована правая полушария, как в поэзии, скажем, или когда это все идет только по ассоциациям. И картинки цепляются одна за другой, ассоциативно. Да, вот Гамлетсны, о чем спектакль? Что хотел сказать или что сказал Желдок и что вы поняли? Он сказал о человеке, так я понял. Но вообще интересно, что мне как раз пришлось вот точно так объяснять одному актеру, с которым мы пошли тогда вместе. Он поначалу вроде как-то готов был Желдока поругать за то, что он сделал. Но я стал спорить. И получилось, что мне как бы пришлось свое видение тогда объяснить. Это один из вариантов, потому что на самом деле это все не так, как я скажу. Там гораздо глубже. Ну, допустим, эти картины рождаются в голове, в черепе, который, кстати, в конце возникает. Вот это вот два светящихся глаза, темное пространство. Это как бы голова изнутри. Возможно, это я не говорю, что... Ну, нет смысла трактовать, да, но как возможный вариант, то есть могут быть. И все эти картины могут родиться внутри человека, которого, скажем, допустим, это просто 37-й год, его везут в эшелоне, ну, по этапу он идет в лагеря или на смерть. Но он начитался, и он воспринимает уже себя Гамлетом. Эти какие-то картины иногда страшные, иногда смутные, иногда неразборчивые. Это отношение с реальностью, исключительно внутреннее. Ну, Гамлет, конечно, это не тот Гамлет Шицпировский, и кто же дает его увидеть... Нет, ну, Андрей, вы сейчас трактуете какие-то отдельные сыны. Я говорю, о чем хотел сказать «Желток» спектаклем? Ну, это, наверное, только он сам может сказать. Ну, а что вы поняли? Ну, примерно так, это человек, это внутреннее я человека. Это те сны, он же даже упомянул в названии, вот что такое человек, это же по третьей жизни проходит, он видит какие-то сны. А индусы вообще считают, что мир – это сон. И вот эти сны, вот это субъективное я, восприятие, контакт с реальностью, которое очень трудно объяснить. Нет, ну, это вы говорите, объясняете сюжет, фабулу, то, что мы видим. А я хотел услышать, что утверждает, обычно так, ну, вульгарно, что утверждает автор, скажем, Шекспир, когда написал своего «Гамлета», он, может быть, утверждал, что какая бы цель благородная ни была, но когда на ее пути гора трупов, то, может быть, цель и не совсем была правильная. Но это как вариант. Ну да. Потому что в течение пьесы, в течение спектакля традиционного мы слышим сомнения Гамлета, с одной стороны, с другой стороны, желание отомстить за смерть отца. И он много говорит, много аргументов в пользу того, почему нужно сделать это, это, это. И, соответственно, умирают один за другим люди из его окружения. И он считает все эти смерти оправданными. То есть, в результате за смерть отца погибает, ну, сколько там, до десятка человек, наверное. И все это обставляется очень убедительно Гамлетом. Убеждает ли это нас? Ну, это я говорю об одной из версий, как можно трактовать. Впрочем, предлагаю сейчас посмотреть отрывок из спектакля Андрея Желдока «Гамлет. Сны», спектакля, который был записан в Харьковском академическом театре имени Шевченко. Андрея Желдока «Гамлет» 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 Ну, то, что вы сказали, человек творческий, он, в общем, всегда открывает что-то новое, экспериментирует. Ну, в этом и смысл, собственно, искусства, если оно не прикладное, не на продажу, а именно что-то открывает, какие-то сферы мира или человека. Ну, вот вы так говорите красиво, но в то же время непонятно, вы говорите, открывает сферы мира. Что открыл Желдок? Что он сделал такого? Кроме того, что он делал эффектные сцены, ну, эффектные спектакли. Это действительно впечатляло. С другой стороны, для многих людей это осталось вещью в себе. Они не воспринимали его язык. Им чего-то не хватало. Я не знаю, может быть, логики в том, что происходит на сцене, может быть, каких-то подсказок. Ну, Желдок считал, что вот так правильно. Вот объясните, пожалуйста, что открыл Желдок? Ну, вообще, чуть-чуть, чуть раньше начну. Вот почему людям. Это вопрос, скорее, социальный, наверное. В сознании людей визуальное восприятие заменяется изо всех сил, может быть, не специально концептуальным. Всегда должно быть объяснение. И что человеку объяснит, скажем, телевизор, газета, журнал, радио, правительство, то он и начинает видеть. Ну, в принципе, сознание так устроено. Оно склоняется в эту сторону, и всегда нужно объяснение. Но в визуальном строе... Ну, собственно, вот Гриной сказал в своем интервью, как раз на награждение художника на конкурсе, что он очень беспокоится за киноискусство, поскольку оно превратилось в трактовку литературных текстов. Надо сходить в библиотеку, найти подходящий текст, и потом его визуализировать, проиллюстрировать. Существует иллюстрация, существует самостоятельное произведение искусства. Самостоятельное уже является открытием. То есть как... Сейчас сходу просто не вспомню фамилию немецкий философ, который живет в Америке, разделил искусство на искусство присутствия и искусство мнения. Ну, так оно и есть, на самом деле. Я сколько лет занимаюсь изобразительным искусством, и он сказал абсолютно точно. Есть искусство мнения, иллюстрирующее какую-то идею, какую-то мысль, какой-то сюжет. И само в себе, само по себе, которое присутствует, живет вот здесь. И вот эта жизнь, собственно, уже является открытием. О чем фильм Тарковского зеркала? Вот мой любимый, наверное, фильм. Можно сказать, что он о воспоминаниях человека, о его действиях. Это все присутствует там, но он охватывает гораздо большее пространство, чем просто, чем мы скажем. В этом и красота его. Он как бы создает целый мир, мир этого человека. То же самое произошло у Желдока, хоть они и разные, конечно. То есть это сознание, которое нельзя ограничить. Оно не только такое, не только такое. Оно как бы огромное. Величина пространства очень большая. Но что именно открыл Желдок, вы мне не скажете. Вот это пространство искусства, живое присутствие его произведения. Как правило, они мертвые, они просто иллюстрируют, они о чем-то говорят. А говорить может и человек. Сейчас мы послушаем мнение актера и режиссера Александра Гавы. Он работал в театре Шевченко, но с приходом Желдока ушел, не согласный с той линией, которую стал проводить новый художественный руководитель. Александр, добрый день. Добрый день. Плохо вас слышно. Спасибо, что нашли время. Скажите, пожалуйста, почему... Я не ошибся, вы действительно ушли из театра с приходом Желдока? Так, так и было. И не пожалели потом? Нет, ни одного раза я не пожаловал. Вот, скажите, пожалуйста, почему вы так негативно восприняли приход Желдока? Ну, потому что приход Желдока – это был политичный приход. То есть это люди направили в Харьков именно в украинский театр, для того, чтобы уничтожить украинский театр. Это было, так сказать, второе пришествие. Первое пришествие было в Курбас, а второе пришествие – это был в Желдах. Поэтому я начал бороться против этого пришествия. Ну, и, конечно, я был, конечно, в войти. Ну, скажите, пожалуйста, Александр, а что именно вас не устраивало в работе Желдока как режиссера? С чем вы были не согласны? В работе Желдока как режиссера я не намагался разобраться, что меня не влаштовало. Меня не влаштовало то, что он делал и с украинским театром, и с академичным театром. Это все общие слова? Да, это общие слова. А конкретно, я скажу, то, что пришло с приходом в Желдиках, было снять весь украинский репертуар в театре. И остался только репертуар, который он ставил. Вот и все. Для этого были свободны и режиссеры, которые работали там, и художники, и композиторы. Ну, то есть все специалисты были свободны из театра. И заменены были простыми штрейбрехерами. Вот это конкретно. Можете назвать прозвище, если все конкретнее? Не, мне интересно, вы актер, человек, который без сцены не представляет себе жизни, как я понимаю. И вы уходите из театра, в котором проработали там лет 20, а может и больше. Так, я проработал 27 лет, но это совсем не означает, что актер должен умереть именно на этой сцене. Иногда, вы знаете, актеры вырастают из этих штанцов и хотят чего-то больше. Если 27 лет мы ждали режиссера, и актеры и сейчас ждут, и все жизнь ждут своего режиссера. И когда приходит режиссер, который говорит, что ту школу, которую ты добывал, и какую школу, которую ты получил в театре, это все забудьте, и сейчас эта школа абсолютно не нужна. То есть, как кино. В кино можно взять из улицы любую человеку и снять ее, и это будет режиссерское кино, и оно будет пристойно выглядеть. Точно так же делал и Жолдак. Жолдак брал студентов, которые совсем не были отношения к театру. Он брал работников сцены, выпускал их на сцену, и для него это было достаточно. То есть, это был режиссерский театр, театр картинок, и все. Он имел право быть, но не за государственные деньги, не как государственная политика, не как украинский национальный театр. Это имел право делать Жолдак. Бери свои деньги, вынаймай помещения, вынаймай себе трупы, артистов и делай что хочешь. И я буду ходить в ДТБ на выставы, платить гроши за квитки, буду дивиться эти выставы, возможно, буду и аплодировать. Но знищивать украинский национальный театр, этого я не мог потерпеть. Думаю, я был замужен пить, для того, чтобы бороться, чтобы выкинуть Жолдака, взагалі, из Харкова. Да, вам это удалось. Спасибо. Александр Гава был в эфире телеканала «Робинзон». Мы услышали его мнение о Андрее Жолдаке. И сейчас попробуем связаться еще с одним человеком. Он имеет отношение и немножко к театру, и к музыке, и к журналистике. Это Игорь Авдеев, шоумен, перформер, журналист, издатель. Как он оценивает, как он отвечает на вопрос, нужен ли Харькову новый Жолдак. Игорь, ты меня слышишь? Алло. Да, добрый день. Спасибо, что нашел время. Игорь, нужен Харькову новый Жолдак, как ты считаешь? Новый Жолдак? Или старый Жолдак? Ну, сначала реплика. По моему мнению, Жолдак – это самое яркое явление, ну, во всяком случае, в театральной жизни со времен Леся Курбаса. Кто вы там, я не знаю, о чем вы говорили до этого. Хотя я лично, конечно, не имел чести лицезреть творений Курбаса. А вообще Харькову Жолдаки нужны на всех постах и во всех сферах. То есть нам нужны такие вот авангардствующие хирурги, которые будут удалять вот все эти труповидные наросты на теле общества, которые создавались и нарастали десятилетиями, а то и столетиями. То есть можно превратить тот же театр в морг, каким он сейчас и является, а можно превратить в больницу, да, и поотрезать кучу ненужных эрудиментов. Игорь, перед тобой в эфире был Александр Гава, и он сказал, что нельзя экспериментировать на базе академического театра, потому что это о смерти подобно. Ну, в Европе куча случаев, когда именно на базе академических театров, танцевальных, оперных и прочих, делаются экспериментальные вещи. И, ну, это лично моя позиция и моя воля. Если бы я был министром культуры, то только бы экспериментаторы, авангардисты и фрики стояли бы во главе культуры. А иначе никак не получится. Прогресс, он двигается вот такими людьми не от мира всего. То, что Харьков быстренько избавился от Желдока в течение трех лет, это закономерно или это случайно? Закономерно. Все, что происходило во всех сферах, закономерно. Потому что вот его вытолкали из города в 2005 году. Собственно, в 2005 году и в Харькове, и в стране закончился вообще хоть какой-либо рост и развитие хоть в какую-либо сторону. Так что это закономерно. Это эпоха такая была. И оно закончилось. Ну, получается, у нас сейчас тоже новая эпоха. Значит, вот-вот должен в Харькове появиться новый Желдок? Если границы Славянска и различных народных республик не дойдут до центра города Харькова, то я уверен, что так и произойдет. Игорь, большое спасибо. В эфире телеканала «Робинзон» был шоумен Игорь Авдеев. А в студии, напомню, художник Андрей Пичахчи. Ваш комментарий. Что-то хочется дополнить или с кем-то поспорить? Ну, я, понятное дело, поспорил бы с первым. Александром Гавловичем. Да, полностью не согласен. А со вторым вполне по одну сторону баррикад. Но он больше оптимист, чем я. Я как раз думаю, что Желдоки просто так не появляются по обмановению волшебной палочкой. Нет, не палочки. Игорь говорил о том, что меняется политическая ситуация в стране. Если бы от одной политики зависело возникновение творческих и людей, включая там и научные сферы, и художественные, и гуманитарные, было бы слишком все просто. А от чего зависит? Объясните. Вот в советское время тогда что-то такое очень ценное рождалось в борьбе, в противостоянии с властью. Вот власть столько делала ограничений, об этом нельзя, об этом. Там ругать, критиковать нельзя. И поэтому художники искали какие-то новые решения, эзопов язык, как бы. И поэтому они не говорили о чем, ни о чем не говорили в лоб, прямо. Там это хорошо, это плохо. Они пытались облечь это в какую-то художественную форму, все сказать опосредованно. И вот тот же Тарковский, это был пример. Кто знает, какие бы фильмы он снимал, получили бы они признание. Тут же Андрей Рублев, да? Хотя, опять же, Рублева он снял, по сути, на излете Хрущевской оттепели, да? Да, да. Вот, а в советское время, вот, в советское время, ну, тоже фильмы, вот вы сказали, зеркало, это был, это был пик застой, 74-й год. Да, да. Вот, ну, я так долго могу говорить. А что нужно для того, чтобы были прорывы? Так все-таки нужны ограничения или нужна полная свобода? Свобода безусловная. Ну, тут дело в том, что я просто разделяю это. Есть история искусства, а есть история человечества. И они, вообще-то, друг от друга слабо зависят. По крайней мере, история искусства не очень сильно, а история человечества на нем, в общем, основывается, но ведет свою игру. И сказать, что вот мы сделаем так, у нас появятся творческие люди, ну, немного самонадеянно. Но на самом деле, вот, возьмите историю... Вот, извините, импрессионисты. Вот что-то так было во Франции, как было с политикой? С политикой совершенно, не знаю, уже давно все забыли, как там было. Но Францию создали импрессионисты. Париж — это город, имя которому создали художники, которых уже нету сто лет. И на самом деле сейчас, в общем-то, в Париже ничего особенного не происходит. Это интересный город, красивый, с историей все. Но того, что было в начале века, вот это «Серебряный век», это поэты, художники, писатели, нету. Но они создали такой мощный энергетический, или, как сказать, заряд, что Париж до сих пор это ореол... Живет. Ореол вот это. То же самое, как авангард 20-х. Это, пожалуй, то, чем должно было бы гордиться, ну, как Украина, так и Россия, поскольку это была СССР еще российской... Ну, даже это Российская империя еще была, 13-й год, когда она начиналась. И вот это вот... Но почему это возникает, я не знаю, я не на столько... Скажите, пожалуйста, нужно предпринимать какие-то шаги в отношении Жолуба к Харькову? Вот просить вернуться его обратно? Или это нереально? Я бы, как вот человек сказал, если бы я был министром культуры, или, не знаю, президентом Украины, то я бы, безусловно, просил бы его вернуться и создал бы все условия. Такими людьми не разбрасываются. Я считаю, люди – это самая единственная ценность, которая есть в любой стране и в любого государства. Не только художники-режиссеры, но именно люди, талантливые, творческие люди. Их надо беречь, им надо помогать и удерживать по возможности. Андрей, большое спасибо за интересный разговор. Андрей Пичахче объяснил, почему Харькову нужен Жолдок. Андрей Жолдок – режиссер. В 2002-2005 он был художественным руководителем театра имени Шевченко и поставил здесь пять спектаклей. Следующая наша встреча уже в понедельник, как обычно, в пять вечера. А через 30 минут смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале «Робинзон». Как обычно, его проведут Ирина Князева и Дмитрий Глебов.